Настроились на Слово Божье. Будем разбирать все написания, будем смотреть на ту жизнь, которая у нас с вами происходит. Меня давно очень поражает тот момент, что в этом мире все изменилось. И правда, она извращенная. Настоящая правда сегодня в мире искать бесполезна. Правда извращенная. И законы, которые издают, это не законы Божьи по справедливости, это законы сатанинские. Почему я так сказал? Потому что христианам сегодня, например, в Штатах или в других странах, нельзя навязывать свою веру в Иисуса Христа. Потому что это обижает мусульман. И когда Соединенные Штаты Америки построены на Библии и в Конституцию взята Библия и слова из Библии, то вдруг приезжают мусульмане туда и начинают говорить, что перестаньте говорить о своем Христе, потому что нас это обижает. И в то же самое время они могут говорить о своем Аллахе сколько хочешь. Молиться на любых дорогах, останавливаться, остановиться на коврик они могут и никто не имеет права их обидеть. Они могут выругаться, они могут тебе угрожать, они могут что угодно делать. Потому что никто их не остановит, никто им не запретит. Но попробуй ты рассказать об Иисусе Христе в школе или где-нибудь в другом заведении. Тебя тут же повлекут тебя в суд для того, чтобы с тобой судиться, что ты навязываешь людям свою веру. Веру в Иисуса Христа, потому что кого-то это обижает. Скажите, а нас не обижает, когда нас с вами настолько унижают и говорят, что я не имею права говорить о своем Иисусе, но о Аллахе можно говорить сколько хочешь. Про Будду можно говорить сколько хочешь. Его поставить в статуэтке вы можете в каждом доме. В Америке сегодня больше половины стоят эти статуэтки Будды. И об этом можно говорить, и никого это не обижает. И нас, христиан, это не обижает. Ты не можешь сегодня обличать во грехе. Во многих странах сегодня вышли законы о том, что в церкви нельзя говорить людям о грехе. Это оскорбляет некоторых людей. Это обижает и обличает некоторых людей. И чтобы они себя могли нормально, свободно чувствовать, ты не имеешь права в церкви говорить о грехе. Что же тогда церковь из себя представляет? Если ты в церкви, не можешь никому сделать замечание, и ты не можешь обличить грех. Тогда какой смысл в этой церкви, которая не обличает грех? Поэтому сегодня большинство церквей на Западе либеральные. Там рассказывают различные истории, там делятся событиями, но там нельзя обличать во грехе. Поэтому там и нет покаяния. Другая сторона. Меньшинство сексуальное. Их буквально единицы. Этих людей буквально единицы. Но сегодня выходят законы, если ты, не дай бог, обличишь его в том, что он неправильно поступает, или плохо себя ведет, или он голый, вставил себе перья и ходит по улице, не дай бог, ты ему что-нибудь скажешь, это его оскорбляет, и тебя будут судить. Но то, что твои дети видят, как он ходит обнаженный, или как мужики ведут себя некрасиво, непристойно ведут себя в парке, ты не можешь об этом пожаловаться. Как бы тебя и твоего ребенка это не должно как-то возмущать, или твоего достоинства задевать. Они на это имеют право. Но сделать им замечание ты не можешь, ты оскорбляешь их. Где правда? Где находится та правда? Что сегодня мне, как христианину, нельзя ничего сказать, что то, что они делают, это неправильно, и это для моих детей, ну вообще неприемлемо. Когда в школах детям показывают книжки, в которых нарисованы все гениталии человеческие, они уже в первом классе заставляют их учить это все. Мне неприятно от этого. Зачем моему ребенку пичкать эти вещи? Но если я об этом заявлю, то у меня заберут детей, потому что я не понимаю того, что я говорю. Потому что есть закон, и дети должны это изучать. Я не могу сказать «мама, папа». Сегодня эти слова выводят из обихода проповедников. Других людей нельзя больше называть, потому что теперь партнер и партнер. И даже нельзя сказать «сын» или «дочка» уже нельзя говорить. Вот до какого беззакония доходит мир? До какого безобразия дошел этот мир? Потому что безнаказанность. Меньшинств обижает то, что мы им делаем замечание, что они ходят вульгарно, раздеты и ведут себя вульгарно очень. А они могут это делать свободно. И сегодня нас судят за то, что мы не можем с этим смириться. А их не судят за то, что они это делают. Мир сошел с ума. Это называется «последнее время». Я хотел бы вам сказать сегодня и поговорить с вами на такую тему, что есть определенные границы всего. Они должны быть. И границы эти сделал Господь. Не я, не ты. Бог поставил границы дозволенного, недозволенного, создал законы и сказал, что хорошо, что плохо. И согласно этих законов, согласно Слову Божьему, мы и должны проверять весь мир. Что сделал сатана? Он убирает отовсюду Божьи законы и навязывает свободу беззакония. И даже законы, которые называются законами, на самом деле оправдывают беззаконие и наказывают законных. Как и написано в Библии. Мерзость. Мерзость перед Богом, когда мы с вами оправдываем нечестие или нечестивых и обвиняем праведников. И весь мир погряз сегодня в эту мерзость, чтобы вам дать понять, вы должны понимать, как Бог на это смотрит. И Он говорит в Слове Своем мерзость. Мерзость – это когда до тошноты и до рвоты настолько противно, оно называется словом мерзость. И вот Бог говорит, что мне мерзко, когда нечестивого оправдывают, а праведника судят. Когда сегодня в судах люди платят деньги, и тот, кто виноват, выходит абсолютно свободным, а тот, кто невиновен или кто пострадал, он оказывается виновным. Когда сегодня богатые избивают людей на улице, мажоры, и они становятся невиновными, виновен тот, кто проходил в это время через дорогу, на пешеходном переходе, или стоял на остановке. Почему? Потому что есть деньги, и есть суд, который мерзкий перед Богом. Мерзость, которая сегодня делается во всем этом мире. когда, если у тебя есть деньги, тебя оправдают, что бы ты ни сделал, тебя все равно оправдают. И тот, кто ищет справедливость, ее не добьется, потому что все извращено. И весь мир стал как мерзость перед Богом, и так это и есть. Моя мама тоже меня когда-то воспитывала, и мне нравится то, как нас воспитывали в свое время наши родители. Они воспитывали нас по Слову Божию. Хотя многие родители на то время были в социалистическом мире, жили, и нельзя было читать Слово Божие, и оно было контрабандой. Однако Бог в сердца людей, матерей, отцов, вложил все равно свои законы. И там сказано, не жалей розги для юноши, и не гнушайся криком его, но наказывай его. Оказывается, для того, чтобы воспитать своего сына, или свою дочь, то тебе не нужно бояться наказать своего ребенка, потому что сейчас, в наше время, если кто узнает, что ты наказал ребенка, у тебя его заберут. И ты уже не можешь наказать ребенка. Ты уже не можешь, ему так делать нельзя. Вот как было в моей жизни. Когда-то, я еще помню, это было очень давно, чего-то я захотел в магазине, и такого со мной не было. А в этот момент случилось. Я стал капризничать. Мама меня тащила, потому что я хотел, чтобы она мне что-то купила из игрушек. А она говорит, у меня денег нет, потому что у нас было в семье трое детей, мать была одна, отец нас оставил. И ей было тяжело купить все, что я хочу. И я за руку на меня тащила из магазина, и кричал, что я хочу. И когда она вытащила меня из магазина, я ей сказал, дура ты. Ответ моментально последовал. Она тут же врезала мне так хорошо, что у меня из губы потекла кровь. На сегодняшний день ее обзасудили как преступницу, садистку и маньячку. Но моя мама, это была нежность и любовь. Сколько знаю, сколько помню, нежнее человека в своей жизни, я не знал и не видел. Но когда я сказал, впервые в жизни на нее дура, по малолетству, потому что в детском саду так говорили мы, то она сразу врезала мне по лицу. С того момента, никогда в жизни своей я даже не позволил себе подумать, что мама может быть или плохая, или нехорошая. Этот урок был настолько, как запечатанный в моей жизни, и я знал, никто на маму не может криво сказать. Я был научен вот таким вот образом одним ляпасом. Его хватило. Но если бы мама сказала, ну нельзя, ну и тащила бы меня дальше, я бы кричал, дура, дура, сегодня мы такое видим. Сегодня мы видим это в этой жизни. И мама уговаривает малыша, ну не надо, зачем она тела, мы потом тебе купим. А он кричит, дура, бьет ее ногами и все остальное. И она ему ничего не может сделать. Как хорошо, когда любовь матери продолжается до определенного предела, а потом, когда ты переходишь в черту, вот тогда приходит и жесткое воспитание. Этому учит Господь. Когда ты находишься в пределах дозволенного, слава Богу, и Господь тебя благословляет, но когда ты переступаешь черту, то вот самое удивительное, что тот Бог, который называется «Бог есть любовь», вдруг становится очень строгим. Хочу прочитать с вами сегодня место из священного писания, записано в римлянах. в одиннадцатой главе, двадцать вторым стихом. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Вот Бог настолько лояльный, настолько любвеобильный до определенного момента, пока мы не переступаем черту. Иногда мы чего-то хочем, что-то у нас, какие-то мысли, мечты какие-то у нас есть до определенного момента, если только ты не начинаешь грешить и не переступаешь черты. Вот тогда благость Божия заканчивается, как написано здесь. «Итак, видишь благость и строгость Божию, то Бог не только благий, не только любящий Отец и добрый, но Он, оказывается, еще и строгий». И об этом нужно помнить. Нельзя себе позволять переступать Божью черту. Мы, верующие люди, я сегодня говорю с вами, что иногда мы так рассчитываем на то, что Бог любит, что даже начинаем грешить. И оправдываем тем, что Бог любит и все прощает. Это стало нормой жизни. Люди идут на грех и считают, что Бог все понимает и любит их. И забывают, что Бог не только благий, что Он не только добр и не только есть любовь, но Он еще и очень строгий. И если мы нарушаем Его законы, то Господь обязательно наказывает. Бог обязательно наказывает. на примере Израиля это видим, как Бог долго воспитывает свой народ. Долго к нему обращается, однако народ переступил черту и продолжает грешить дальше. И тогда приходит Божья строгость. В Израиле начинается война, Израиль начинает страдать, потому что они находятся в рабстве, потому что у них ничего не хватает, их разграбили, их детей уводят, дочерей, сыновей их уводят в плен, у них все отбирает и народ начинает понимать, что без Бога оказывается плохо. И тогда Господь объясняет за то, что ты так поступал, я поступил так с тобой. И Бог говорит четко и ясно, что я никогда тебя не оставлю, даже если мать твоя тебя оставит, я никогда тебя не покину. Но говорит так, но если ты оставишь меня, а дальше что? то и я оставлю тебя. Он говорит, никогда тебя не оставлю, никогда тебя не покину до определенного момента, пока ты сам не оставишь его. Пока ты не перейдешь настолько на дорогу проклятия, что тебе путь Божьего благословения не понадобится, и ты скажешь, не хочу больше с тобой, хочу жить по-своему. И Бог говорит, если вы оставите Господа, то и Господь оставит вас. есть благость и есть строгость Божья. Хочу вам показать удивительный пример, который натолкнул меня именно на эту тему. Господь на последней вечере со своими учениками, это вечер, когда Он собрал своих учеников и хочет преломить хлеб и пить из одной чаши с ними вино и объясняет им то, о чем Он когда-то сказал, что вы должны есть Мою плоть и пить Мою кровь. Вот я читаю дословно, чтобы вы с вами поняли, что происходит. Читаем. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону и Скориоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога ишел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце припоясался. Снимает с себя верхнюю одежду, припоясывается полотенцем, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру. Уже помыл почти все ноги, отер этим полотенцем и подходит к Симону Петру. И тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, но чуть позже уразумеешь, поймешь это. Петр ему говорит, Господи, как ты можешь, будучи Богом, омывать мне ноги? И он ему говорит, не спеши, ты потом все поймешь. Не сейчас, чуть позже. Дальше. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Никогда не дам тебе мыть мои ноги. И вот любовь Божия, представляете, этот самый Бог, который сейчас идет на Голгофу умирать, он знает свою участь, он пришел ради этой участи, он знает, что с ним сделает, он знает, что пройдет немного, чуть-чуть времени после всего этого, и уже предатель приведет сюда людей, которые схватят Иисуса Христа, поведут его на судилище, будут издеваться над ним, а потом его распнут. Он это знает, но он им показывает, какая у него любовь к ним. Он тут же повторяет, говорит, я больше не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Он рассказывает им о своей любви, и я представляю, насколько действительно это был такой вечер, такого удивительного Божьего прощания, что даже он потом снимает с себя верхнюю одежду, перепоясывается полотенцем, и начинает мыть ноги своим ученикам, чтобы явить им, насколько сильно он их любит. И вот Петр говорит ему, ты вовек не помоешь моих ног, потому что ты Бог, и я такого не достоин. Смотрите реакцию любящего Иисуса Христа. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек, а Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Это строгость или нет? Огромная любви обилие, Бог унижается до того, что собственным ученикам, как служащий, моет ноги, вытирает, и вдруг тут же его любовь прекращается, когда Петр переступает уже черту. Тебе же сказали, ты потом поймешь. Нечего тебе сейчас противиться, и нечего тебе умничать. Не надо никому твое мнение сейчас, что ты там себе считаешь. Все ученики сделали, что сказал им Иисус, этот стоит упирается. У него есть свое мнение, и тут любовь Божия переходит в Божью строгость. И он говорит, если я не умою сейчас тебе ног, то больше со мной части ты не имеешь. Это строгость или нет? Посмотрите на Христа. в одну минуту. Изобилие любви, и когда человек переступает черту и нарушает Божию заповедь, то, что Бог делает, и Бог ему даже объясняет, не надо сейчас тебе разлагольствовать на эту тему, ты потом поймешь, сейчас тебе долго это объяснять, я просто должен помыть тебе ноги. Петр ему говорит, вовек не помоешь, то есть никогда не помоешь, и все. И любовь Божия переменилась тут же сразу же на Божью строгость. Значит, не будешь со мной иметь счастья. То есть, значит, ты в вечность не попадешь. Вот такой удивительный наш с вами Бог, и это нужно понимать, и мы знаем с вами, что сплетни там никакие не родились, просто ученики себе поняли четко, что Иисус и любви обильны, но и честь должны знать. И сегодня люди забыли эту честь, в которой Бог говорит так, если я Бог, то где благоговение передо мной? Он не должен быть палочкой в ручалочкой, он не должен быть для нас с вами покрывателем наших грехов, он не должен быть тем, который прощает все, что мы творим, а мы себе делаем, творим, а потом прикрываемся тем, что Бог добрый, Бог простит и сегодня люди так и живут, сходятся, блудят, разводятся со своей семьей, переходят в другую семью и начинают, ну Бог добрый, он меня простит и не понимает, что как Бог добр и любвеобильный, точно так же он и строг. И он говорит, и ты не думай, что я не отсеку тебя, отсеку тебя от ветви, очень легко и привью другую. Это нужно всегда помнить, чтобы мы с вами не относились к Иисусу Христу, я уже говорил когда-то, как к медвежонку с сердечком на боку. Он любвеобильный отец, но если мы неправильно поступаем, то я говорил, что он становится гризли, медведем гризли, а не медвежонком с сердечком где-то на животе. Бог очень строгий и он имеет определенные пределы, у него есть границы, которые нам с вами переступать нельзя. Точно так же, как моя мать увидела, что я сказал лишнее, и тут же моментально ее любовь закончилась сразу же на том, что она мне влезла хорошенько и принесла мне хороший урок на всю жизнь, чтобы я понимал, что если материнская любовь, то есть предел. То, чего сейчас ты не увидишь во многих матерях, потому что они боятся даже сделать замечания своим детям, а дети растут как бурьян и делают все, что хотят. И самое худшее поколение это последнее поколение, самое худшее и распущенное поколение. Точно так же хочу сегодня заступиться из-за служителей, из-за пастыров. Я не говорю сегодня про наемников, я говорю сегодня про тех, кому Бог поручил паству. Пастыр это тот, кого Бог поставил и он должен любить свою паству. И он должен носить этих ягнят на своих руках, помогать тем, кто нуждается, приходить тем, кому непонятно, где-то лечить, кто заболел. Он должен это делать и должна быть любовь к каждому человеку, не должно быть любимчиков. Этого я люблю, этого не люблю, этот мне приятен, а этот чего он опять пришел. Такого у пастыра не должно быть. Пастыр должен любить, потому что это сказал ему Иисус. Однако, хочу вам сказать, что точно так же, как Иисус имеет свою определенную красную линию, точно так же и у пастыра. Существует для всех, для каждой пасты существует красная линия. Мы не должны с вами перегибать палку. Мы не должны с вами переступать черту ни в коем случае. Потому что сказано, что начальник имеет меч на боку для того, чтобы наказывать бесчинствующих, поэтому у пастыра есть полномочия не только жалеть всех, выслушивать целыми днями, молиться вместе с вами, но есть еще меч, который он тоже достает и тогда приводит в исполнение. Если человек начинает перегибать палку, то пастыр должен поставить его на место. И когда пастыр делает такие вещи, начинаются обиды. Нет любви, пастыр злой и прочие вещи. Хочу вам сказать, чтобы вы так не думали, потому что всему есть определенная черта. Если человек начинает навязывать свое мнение, если пастыр ему не указ, то пастыр должен понимать, что он должен следить за чистотой пастыры. И если Бог его поставил на это место, значит, соответственно, должна быть не только любовь, но должна быть и строгость. Как у родителей, как у начальника на работе, как прочие вещи обязательно есть и любовь до определенного момента, и когда мы переступаем черту, тогда начинается беззаконие. И в этот момент тогда, значит, будет и наказание. И никто из нас с вами не должен переступать черты. Мы должны уважать пастыра. Там написано, что особую или сугубую честь оказывать пастырам. Сейчас начнутся разговаривания. А вот наш пастыр такой, вот он такой. Я говорю про пастыров, которых Бог поставил, и он сам будет с ними разбираться. Но мы с вами никогда не должны переступать черты. Мы с вами должны всегда находиться в правильном положении перед Господом. Ибо Бог сказал, послушание лучше жертвы. И если пастыр не заставляет тебя делать грех, если пастыр не вынуждает вас делать беззаконие, если он находится в размерах и как раз в рамках Библии, тогда нравится тебе или не нравится, должен быть послушным. Ты должен слушаться. Иначе какая паста тогда не разбежится. Каждая овца захочет своего, и каждая овца будет требовать своего, и каждая будет бежать куда-то, куда ей хочется. И в этом случае включается строгость Божья. И пастыр тогда, и братья, которые ответственны за церковь, принимают определенное решение. Поэтому нельзя нам с вами думать, что мы можем делать все, что нам хочется. Мы должны помнить, что у Бога есть порядок, потому что Он Бог порядка и Бог устройства. Поэтому не переходите черты никогда. Не навязывайте своих идей, своих мнений. Еще раз хочу всем вам сказать, в церкви не может быть демократия. Демократия в церкви это сатанинский строй. Почему? Потому что как проголосует большинство, так и будет. Проголосует за браки мужчин с мужчинами, так и будет. Большинство проголосовало. Это называется демократия. Вот этого в церкви не может быть. Проголосовала церковь за грех, все нормально, потому что было большинство. В церкви этого нет, Бог не разрешил этого. А что в церкви вместо демократии? Теократия. Теократия – это закон Божий, и ничего другого не может быть. Поэтому никому из нас нельзя навязывать свое мнение, жить своим умом, мы должны жить по слову Божьему, ибо мы заключили с ним завет. И когда мы пообещали ему добрую совесть, то ни ты, ни я, никто не может нарушать Божьих законов. Если я начну воровать из казны, я переступаю черту? Что Бог сделает со мной? Его благость в один момент поменяется на его строгость, и Бог накажет меня, и я это знаю или нет? И пастыра это тоже знают, что у них огромная ответственность. Но и паства должна знать, что точно так же нельзя, чтобы женщины вели себя так, как будто бы они мужчины и всего достигли. Нельзя жить так, когда ты два года в церкви, но ты все знаешь, и всем начинаешь указывать, кто кому делать. Потому что помимо того, что тебя любят в церкви, принимают тебя, обнимают тебя, придет и момент, когда будет Божья строгость. Если ты неправильно поступаешь, тебе обязательно накажут за это, чтобы ты не перегибал палку. Если ты принесешь лжеучение сюда, и начнешь его распространять, и скажешь, почему не может быть другого мнения? Не может быть, потому что у нас не демократия, а что? Теократия. В церкви теократия. Мы все сравниваем по Слову Божьему. Пастыр не может выйти и предлагать с кафедры свое мнение, свою идею. Его идея должна полностью сочетаться со Словом Божьим. И она должна быть подтверждена Словом Божьим. Иначе пастыр начинает свое собственное учение. Если пастыра служения, его учения не стыкуется со Словом Божьим, собирайся, вставай и уходи оттуда. И если он не по Слову Божьему, и ты видишь, что он нарушает Божьи законы и придумает что-то свое, тогда вставай и уходи. Тебе там делать нечего. Если ты себя так ведешь, и если ты считаешь, что с тобой должны считаться и исполнять твои прихоти, то ты ошибаешься. Особенно это касается женщин. В последнее время больше всего и хуже всего грешат женщины. Потому что каждая из них вдруг стала не безмолвной, то что приятно Богу, а стала слишком разговорчивой. И каждая женщина пытается продвинуть свою идею и свое мнение. И если что не по ее, пастыр плохой, братья плохие, церковь любви не имеет. Все там плохо. Одна она хорошая, все остальные плохие. Но Бог сказал четко и ясно. Вот что особо ценно. В женщине у Бога кроткий, молчаливый нрав. Какие женщины сейчас молчат? Попробуй зацепить женщину в церкви, и она тебе так выпалит, а так тебе выдаст. И многие женщины сегодня как волки в овечьих шкурах. Мужчины наоборот сидят как мокрые курии, сидят и молчат, опустив голову, потому что ему стыдно за свою жену. А жена творит беззаконие и указывает, что делать служителям, что не делать, о чем проповедовать, о чем не проповедовать. Женщины сегодня больше всего в фейсбуке. Такие споры, такие замечания служителям и пасторам. Пишут такие депеши, и там сразу же переходит на ты. Даже не на вы с пастором, она сразу переходит на ты. И думаешь, женщина, неужели только одну тебя постигла истина, а пастора никак не постигла. Но Бог говорит четко и ясно, что не Адам согрешил, а Ева согрешила. Что Бог работает конкретно с мужчинами, и мужчину сделал головой, а не хвостом. Что не ты, а муж твой должен отвечать за все. И что, если ты чего не понял, сказано, спроси дома у мужа своего. А учить не позволяю, сказал Господь. Женщине или жене, говорит, учить не позволяю, потому что Божья благость к тебе перейдет в Божью строгость. Вот почему Бог говорит, что мужчина не в состоянии развалить семью. Но женщина либо своими руками будет созидать дом свой, написано, либо развалит его собственными руками. Женщины, которые вообще не умеют держать их за зубами, просто разваливают и служение, и свои семьи. Однако, Бог сказал, что отсечет. Очень легко и просто. Как тяжело не столько с мужчинами, сколько с женщинами. Она молчать не будет, она должна сказать всю правду. Правда у Господа и в Библии. А тебе Бог сказал, что ты должна молчать. Что ты должна быть в безмолвии и кроткий должен быть у тебя нрав. Вместо кроткого нрава женщина знает лучше, чем пастор. И она, пастор, управляет мозги. Что должен делать пастор, чего он не делает. Это очень страшно. Это называется последние дни. И потом Бог говорит, что придут времена, когда придет Антихрист. Эти женщины останутся на это время, и сказано, желание жен не уважит. Именно не мужчин, а желание жен, сказано, не уважит. Это будет тяжелое, очень сложное время. Поэтому хочется сказать всем женщинам, остановитесь. Многим выйдите из фейсбуков. С разных сетей выйдите и займитесь сослужением дома. Начните стирать, убирать, следить за своими мужьями, своими детьми. А не писать всякие глупости в фейсбуке. До такого доходит. Просто грызут всех напропалую, как собаки. И только ей одной открылась истина. И больше никто не соображает, только она соображает. Это страшное время, в которое мы живем. И как с одной стороны, там беззаконие в мире, там разврат, нечистота, безбожие. То приходишь в церковь, а тут женщины, они главнее всех и управляют всем. И она никогда рот не закроет, она всегда будет говорить до тех пор, пока не выскажет все, что она думает. Однако, если она язык не обуздала, то сказано, что язык ее воспаляется гиеной. Написано. Если женщина не умеет держать язык за зубами, то язык ее воспаляется гиеной. А значит, и будет за это спрос. Поэтому в своей церкви хочу вам сказать, сестры. Вы молодые сестры, у вас молодые мужья. И Бог сказал, что вы должны быть кроткие и смиренные. Вот то, что приятно Богу в вас. Ни плетение волос, ни золотые уборы и все остальное. Он говорит, а кроткие молчаливые. Нрав. Поэтому, когда вы захотите мужу вправлять мозги, то вспомните, что для вас сказал Господь. И подчинитесь Богу, потому что, с одной стороны, Бог очень добрый. С другой стороны, Он очень строгий. Поэтому не будем возбуждать Божью строгость. А наоборот, будем стоять перед Богом так, чтобы к нам была милость Его. Всем женщинам. Всем женщинам, которые будут слушать, говорю, остановитесь. И посмотрите, что приятно Богу. И ваша правда никому не нужна. Есть единственная правда. Это Божья правда. А она говорит так. Глава мужу есть Христос. Не женщина, а Христос. А глава женщине есть муж. И по-другому быть не может. И если что-то по-другому, то сатана работает через тебя полным ходом. Останови женщину, потому что ты умрешь. И снова повторю эту фразу. Если женщина не покорна мужу, она не может быть покорной Богу. Если женщина не покоряется мужу, она не может автоматически быть покорной Богу. И сегодня женщины из-за вели везде и повсюду. И в церквях женщины пытаются управлять даже пастырами. Дают им задания, обличают их, собирают на них подписи, говорят всякие глупости и гадости, свое мнение, сплетни распускают. Это делают женщины. И сегодня женщины хотят, чтобы с их мнением считались. Есть одно мнение. Это Божье мнение. Другого мнения не существует. И называется это теократия. Никакого феминизма и демократии в церкви не может быть. Да сохранит нас от этого Господь. Аминь. Ну что ж, давайте споем нашему Господу.